Ехала в 52-м Блин, бывает такое с кем-нибудь, что тебе страшно просто за свою жизнь? Капец, так водить мне просто, у меня страх Страх перед глазами, вся жизнь пролетела, проскочила Жду, пока волосюшки выгорят на солнышке Также хочу посоветовать, буквально вчера я посмотрела Фильм называется «Прочь», очень советую Это вот все, как я люблю Загадка, непредсказуемые события, все такое мистическое У меня сегодня просто бешеный день Я где только не была Кстати, у нас уже дождик прошел, а я открыла сезон, так сказать Я всегда по погоне одеваюсь Я и в банке была, и в больнице была, и в МФЦ была, и поле сделала Кто молодец? Я молодец! А я бегу покупать мини-кексик или мини-тортик моему парню У него завтра день рождения, и так как мы ничего особо такого не едим сейчас, неполезного Я куплю ему, наверное, кусочек обычного тортика Наполеона, который он так любит И, в общем, мне это нужно сделать сейчас очень быстро, потому что он едет домой И свечку найти, если не найду, то нужно будет То воспользуюсь большой, огромной, которая у нас есть Свечек я не нашла, потому что уже позднее время Я одуплилась, как обычно, поздно Но взяла последнее пирожное Последнее Удача сегодня на моей стороне Главное, чтобы его еще дома не было А то может получиться так, что он пришел впервые меня И все запалит Нет Никого дома нет Надо заготовить, так сказать, на завтра все Все подготовила Там спрятала уже готовую свечку Огромную, конечно же И туда же положила завернутое в пакет пирожное Чтобы оно не засохло до завтра И чтобы завтра можно было утром встать И это все незаметно как-то быстро приготовить Пока он будет в туалете Пока будет занят, короче И потом просто так Неожиданно вроде бы как Я там не готовилась, в общем И забыла, что у тебя день рождения Теперь мне нужно, чтобы все здесь нафиг выветрилось Потому что свечку, которую я поджигала Она здесь все завоняла И так он все поймет, блин Еще я забыла, что нужно переодеться в домашний А то он так запалит, что я куда-то ходила Вроде бы все успела Надеюсь, ничего понятно не будет Ой, какая сегодня погодка хорошая У меня дилемма Снова найти горшки И пересадить цветы Я каждый день хожу в больницу Как на работу прям Жесть, все никак не могу Сделать свои дела Нам сегодня утром уже Поставили новый замок на двери Договаривалась очень долго, чтобы его поставили Потому что на месте в магазине Никто ничего сказать мне не может Сколько что будет стоить И в какие сроки Нужно позвонить по какому-то особому номеру Позвонила Мне там сказали написать письмо на почту С фотографиями приложенными Старого замка Я это все благополучно выполнила Только мне никто не ответил Потому что почта, на которую я отправила письмо Это почта начальства, которая уехала Ой, короче, такой геморрой, понимаете Вот просто взять и сделать невозможно Вот, ну никак, абсолютно В итоге достучалась, дозвонилась, дописалась Прислали к нам мастера уже именно с заводским замком Все Перед тем, как к нам идти Он позвонил и уточнил Какой этаж, какой подъезд Я ему благополучно это все сообщила На что он мне ответил Печально, когда услышал Какой этаж Понимаете, вот Потом мне еще люди в комментариях пишут Что я докапываюсь Вот до каждой мелочи Я такая вот непонимающая Нужно было на чай грузчиков пригласить Так неподобающе себя вести Как я себя веду По отношению к работникам Да я сама работник Я сама так же работала И никогда никому не сказала Что мне там кто-то еще сверх обязан Мне уже платят за мои обязанности За мою работу И я считаю некорректно Вообще просто некорректно По отношению к другим людям Так изъясняться Что печально Я понимаю Человеку У которого свыше 100 кг веса Ему очень тяжело Но нахрен Но нахрен ты шел на такую работу А если восьмой этаж И лифт не работает А если двенадцатый этаж И лифт не работает Что за бред Я не понимаю И не хочу понимать И пусть меня Вот как угодно называют Пусть меня приравнивают К кому угодно Я когда работаю Я исполняю свою работу Как положено Потому что мне за нее Уже капает денежка Каждый день Каждый месяц А вот эти высказывания Нытье постоянное Да не работай Я считаю Не работай Сиди дома И не нужно мне писать Что у меня взрывает пукан Нет Я хочу Чтобы было по справедливости Если вы работаете В этой сфере Значит Либо у вас нет выбора Либо вам нравится работа Но если нет выбора То тогда молчи Сопи в две дырки Не нужно людям Клиентам Понимаете Вот клиентам Уже с самого утра Портить Видите ли настроение Такие люди у меня Просто возмущение вызывают Просто возмущение Так себя вести нельзя Любая фирма Хочет Да Иметь лицо какое-то Нанимая таких людей И люди Которые так работают Лица Вы не добьетесь Вот ни одна фирма Не добьется лица Будет существовать Вот просто существовать Но лица И марку держать Вот с такими людьми Невозможно Да, я всегда резко высказываюсь Ну, потому что Заслужили Просто заслужили Я не знаю Как можно считать нормальным То, что ты Платишь, да За какие-то услуги Ты Обращаешься именно В эту контору Да, не какую-то другую Не какие-то другие Да, конкурирующие фирмы Но тем не менее Тебе еще и плюют в душ Вот какие-то такие Да, это мелочи Но Слушайте Я хочу нормально Чтобы ко мне Относились Да Я хочу, чтобы Я Обратилась в какую-то Службу И Не улыбайтесь мне Не нужно мне лизать зад Просто Сделайте Спокойно Тихо Свою работу Вот Вот что я хочу Чтобы каждый человек Знал свою работу Знал свое место На работе И знал свои действия Которые от него требуют Эта работа Свои функции Какие-то А у нас получается Что Каждый, кто работает Блин, да Ему еще и клиент Обязан чем-то Что-то должен Господи Понимаете Вот такое какое-то отношение Типа Это мне больше надо Хотя я За это деньги Плачу Это Вам нужно Понимаете Вам нужны клиенты Вам нужны деньги Да Вы должны уже быть Рады тому Что К вам обращаются люди А С таким отношением Просто Блин Да Не знаю Я и рекомендовать Не буду Таких людей Я считаю Так и надо делать А вот эти жалобы Вы можете пожаловаться Там Потом его уволят Да боже упаси Чтобы из-за меня Кого-то уволили У кого-то испортилась жизнь И все в таком духе Человек Должен Знать На что он идет Что от него требуется И четко должен Это все уяснить Не нужно нытья Нойте дома Тихонечко Да Кому не нравится Что Я Высказываю Свои какие-то мысли Еще и в такой форме Блин Ну я ничего не могу С собой поделать Потому что Ну я такой человек Я высказываюсь Как есть у меня на душе Как я думаю И уж извините Если да Мое мнение Мое мировоззрение Какое-то Не сходится вообще С вашим каким-то И это нормально Это нормально И с вашей стороны И с моей стороны Я уже сходила в больницу Как я еще удивляюсь Нашей медицине А в частности Не медицине А вообще вот Само отношение Документы Что Куда Зачем Короче Суть в чем Я сделала себе Прикрепление В нашей больнице Которая здесь рядом Это даже не больница А поликлиника И я заведомо не знала Какие там врачи Что там нужно Куда там Как Зачем Просто пришла Взяла прикрепление Сделала его соответственно И уже когда нужно было его отдать Я соответственно столкнулась с тем Что в данной поликлинике И нет тех врачей Которые мне нужны Мне допустим Нужно с копчиком разобраться У меня он болит Потому что я его выбила Когда-то давно Сейчас все это усугубилось Мне очень больно Я даже лежать не могу Именно на спине Мне иногда больно Даже на боку лежать Ну короче Это вообще отдельная история Также я хочу планово Пройти к гинеколога И мамолога Ну это обычные женские такие врачи Которых нужно обходить Желательно По несколько раз в год Хотя бы один раз Это точно А я уже не проходила Очень давно Поэтому Ну Желательно было бы Раньше просто работала на заводе И каждый год Я проходила Все Бесплатно У нас просто была возможность Прийти в регистратуру Заплатить Какой-нибудь санитарке Деньги И она за тебя все обойдет Всех врачей Там буквально за два За четыре часа Тебе не нужно Никакие очередя Отстаивать В какие-то кабинеты Там что-то время Просиживать Я проходила Все сама Абсолютно И почему проходила Сама Для того чтобы убедиться Что у меня все нормально Так как жизнь Меня немножко так покидала Из стороны в сторону Я не проходила Этих врачей Так вот Да Я короче Оформила прикрепление Все Причем заняло это У меня не один день Я где-то дня 4 Может и 5 Короче С этим всем носилась Разбиралась Потому что Один врач Которого мне нужно подписать Работает в одно время Другой врач Работает в другое время И как-то Словить их вместе Не всегда Короче Возможно Только в определенные Какие-то дни И Короче Это такой геморрой Еще как оказалось Нужно снимок Прежде чем ты попадешь К врачу Общего Что-то как-то так называется Ну в общем Не суть Суть в том Что я когда вчера Услышала Что в этой поликлинике Нет тех врачей Которые мне нужны Ну кроме хирурга Которому мне По поводу копчика Нужно будет пойти Я просто офигела Соответственно Мне сказали Адрес женской консультации Куда мне нужно будет Сходить Соответственно Сделать все Что мне нужно Но И там Нужно тоже Прикрепляться Короче Все супер Просто супер И Блин Я Честно Я за эти Несколько дней устала Сейчас вообще Такие скандалы В очередях Не в данных В которых я сидела В соседних Но Блин Этого всего Понаслушаешься В больницу Вообще идти не хочется Все как звери Просто как звери Эта система Тоже долбанутая Кто-то по электронной записи Кто-то по талонам Кто-то По записи Просто к врачу Именно записывался На прием у него Ой Короче Такой геморрой Такой геморрой Честно Вот тебе нужно Обойти Планово Легче сделать Это наверное В платной Какой-то клинике Сходила уже в банк Сейчас вот иду на почту За посылкой Которую заказывала На Алиэкспресс У нас сегодня Целый день Дождь Я Я никуда не пошла Не сделала все дела Которые нужно Потому что Как выяснилось У меня Прокрастинация Или Прокрастинация Ну что-то Как-то так Это когда человек Откладывает Все важные И не очень важные Дела На потом Находятся причины Чтобы это все Откладывать Блин Как свежо С шишечками пахнет Лесом 10 июня Я в пуховике У нас 10 градусов сегодня такая погодка класс с днем россии всех не нравятся люди иду взяла лимонад и сзади парочка таких уже взрослых людей и обсуждают что это у меня не квас а пиво и спорят и женщина да кто ее даст и видел она малая вот по незнанию не нужно говорить здорово а